Дворы и дороги – тема, волнующая многих жителей микрорайона Металлург. Детские площадки здесь постепенно приводят в порядок. Семь уже отремонтировали по программе «Двор, в котором мы живем». Еще две построят этим летом. Жители 52-го дома по Республиканской жалуются – двор благоустроили, а яму на дороге так и не залатали. Это внутри квартальная дорога. А у нас, ну там яма, у нас там вода накапливается. Но дело в том, что контейнерную площадку сделали, детскую сделали, а внутри квартальную дорогу. Беседа на слушаниях проекта на связи с губернатором получилась оживленная. Жители собрались активны, радеют за Металлург. Хоть он и отдален от центра города, выглядеть должен ничуть не хуже. А жить здесь должно быть комфортно. Еще одна проблема – нехватка парковок. Помогать в решении вопросов будет общественный совет микрорайона. Сегодня много проблемных вопросов, которые касаются непосредственно благоустройства дворов, а парковка машин. Об этом говорили сегодня здесь уже мы с вами. Это большая проблема. И нам предстоит очень многое сделать, чтобы навести порядок в этом вопросе, где возможно расширить парковочные места, а где возможно поставить заборы и применять нарушителям парковочных моментов более жесткие меры. На общественных слушаниях жители подняли и тему ЖКХ, и капремонта домов. Особенно остро звучал вопрос о магазинчиках и ларьках, торгующих алкоголем. Хотя такие нелегальные киоски закрывают, периодически появляются новые. В одном месте закрыли, в другом открыли. В 7-8 утра у нас на лавочках сидят выпивохи. Жители считают, полицейских на улицах микрорайона должно быть больше, патрулирование регулярней. За поддержкой идут в общественный совет. Именно он будет помогать жителям решать насущные проблемы и организовать взаимодействие с органами власти и ведомствами. Все предложения, прозвучавшие на общественных слушаниях, лягут в основу плана работы на ближайшее время. Марина Кравцова, Константин Головин. События.